Сегодня мы делаем подготовку к интервью ребят из Узбекистана, которые приехали несколько дней назад в Тихуану. Видео делаем из необычного места, это паром из Финляндии в Швецию. Несмотря на то, что расстояние больше 10 тысяч километров, нам удается полноценно и качественно готовить ребят к переходу к этому важному, пожалуй, наверное, и значимому шагу эмиграции в Соединенные Штаты через Мексику, через Тихуана. Итак, сейчас мы выйдем на связь. Со мной сегодня мой помощник, незаменимый компьютер Skype. Я звоню, задам вопросы по поводу перехода. Кстати, у них 6 часов утра. После общения со мной они пойдут на границу, ну и уже будут подавать на убежище. Еще, кстати, один важный момент. Сегодня на связи у нас Рашид. Если вы помните, по предыдущим видеороликам, наверное, месяца полтора назад мы с ним делали материал. Тоже так же готовили его удаленно, с помощью Skype. Он уже на свободе. Причем я ему звонил в WhatsApp, говорю, Рашид, давайте сделаем видео. Он мне говорит, что я бегу на работу, то есть человек уже весь в работе, весь уже вливается в социум, в американскую жизнь. Но, тем не менее, он пообещал ответить на наши вопросы. Я задам ему вопросы. Я думаю, очень многим интересно. Он где-то месяц, наверное, пробыл в иммиграционном лагере. Вышел благополучно и вышел даже не под залог, под статус пароля. Ну, об этом позже. Итак, Акрана. Здравствуйте, доброе утро. Да, здрасте. Здрасте, Акрана. О, только видео перевернуто у вас как-то. Как получше опускают. Ага, да. Все, отлично. Так, я вам для начала, для разогрева, там, пару вопросов задам. Ну, так, несколько вопросов. Так, вы в Тихуана, да? Да. Ага. Сколько по времени уже в Тихуана? По времени второй день. На чем добирались? На такси. С этого, с аэропорта. Я понял. А где остановились, в каком отеле? Вот это, как его? Отель, какой у нас называется? Отель Лос-Алтес. А, Лос-Алтес. Понятно, понятно. А в Тихуану, когда ехали, какие-нибудь проблемы были по пути? Нет, абсолютно не было никаких. А вы сколько всего по времени в Мексике находитесь? С 16-го числа здесь, 16-го апреля. Понятно. Летели через Канкун? Да. Да, Канкун, Мексика, Мексика-Сити, транзитной зоне были, через Мексика-Сити, произземлились Мексикаль. Когда пересекали границу в Канкун, какие-нибудь вопросы были? Там, паспорта, там, виза и прочее? Были. Спросили то, что... Просто она спросила, сказала, что... Как цель визита, я сказал, туризм. Какая у вас виза? What kind of visa? Я сказал, б***ь, и все. То есть вы въезжали по G-визе, они вам посмотрели, все открыли, все нормально. Да. Понятно. Да, именно так и было. Все, я понял, понял. А у вас ручка, бумага, все под рукой? Я сейчас тихонечку моментально возьму. Вы сегодня хотите уже, да, пойти на границу? На границу сегодня идете, да? На границу завтра пойдем. Ага, понятно. Мы сегодня с вами пообщаемся, это все надо потом обмозговать. Я понял, я понял. У вас поручитель уже в США готов? Поручитель, да, он готов. А вы не общались? Что, громад нет? А вы с ним не созванивались? Созванивались, он мне уже звонил, мы с ним договорились там по времени. Он мне написал, то, что вы мне телефон давали, я уже с ним обсудил. Кстати, ваш кейс уже завтра будет готов в перевод, я уже смогу спокойно ему сбрасывать. То есть у меня уже и ваш, и ваш, и товарищи. Кейс на границе не нужен, да, мне кажется? Да, кейс на границе не нужен, кейс нужно будет только на суде, и я вам об этом говорил. Вы будете как, под залог выходить из иммиграционного лагеря, или как, или под поручителем, под статус? Да, под залог. А, вы будете залог носить. Все, я понял. Так, все у вас готово? Да. Итак, начнем. Значит, я вам сейчас тогда буду задавать вопросы. Так, сейчас я тогда возьму поудобнее компьютер. Сейчас, секундочку. Это органы государственной власти, это СНБ, это полиция, это налоговая и прочее. Это наш первый раздел. Организованная преступная группировка, это второй раздел, мы к нему подойдем более детально. То есть, первое, мы берем вот то, что связано с силовыми структурами, с государственной властью, с муниципальными службами и так далее. Мы делали себе спокойно, короче, мы ехали по дороге, я был за рулем своей машины.